МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Массовое предпринимательство в Каражальском регионе развивается медленно. Глава области Ирлан Кушанов обсудил эту проблему на заседании местного актива. Молодежь Караганды поддерживает послание главы государства. В Доме дружбы состоялся круглый стол, за которым активные представители молодого поколения обсудили ежегодное послание президента. В Караганде состоялось долгожданное событие. После двухлетней реконструкции улица Гоголя открыто для проезда автомобильного транспорта. И все же полностью ремонт еще не завершен. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов во время своей поездки в Каражал и поселок Жайрем обсудил проблемные вопросы на заседании местного актива. Глава региона остался недоволен тем, что массовое предпринимательство в районе развивается медленно. В Каражале и Жайреме отмечается низкая активность участия предпринимателей в государственных программах поддержки бизнеса. Так, по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» с 2010 года получили поддержку 14 проектов на общую сумму 43 миллиона тенге. По инструменту субсидирования с 2016 года проекты отсутствуют вовсе. Уже ровно год, как действует программа массового предпринимательства, и город Каражал – единственный регион, где отсутствуют проекты по микрокредитованию. Программа массового предпринимательства, программа микрокредитования. Очень плохо идет в регионе. Очень плохо. Наверное, это в первую очередь очень жесткие условия наших банков второго уровня. Жесткие условия. Сколько? 40 с чем-то вы не говорите. 35 проектов предложили, а один только, говорит, поддержали. По мнению Акимобласти, проблема заключается в том, что местные жители и предприниматели не очень активно участвуют в госпрограммах поддержки бизнеса. Это происходит в числе прочего из-за низкой осведомленности. Люди попросту не знают, где и как могут получить помощь на открытие или развитие своего дела. Местные предприниматели в ответ пожаловались на жесткие условия кредитования, которые выдвигают банки второго уровня. У банка были свои другие правила, внутренние правила. То есть помимо 15% собственного, 15% залогового обеспечения в виде депозитных средств, они еще запрашивали 20% дополнительно требовали 20% от суммы займа собственное участие. Проблема в том, что наша недвижимость в данный момент 15% не подходит банку. То есть наши недвижимости не берут. Акимобласти еще раз напомнил представителям банка, что госпрограмма продуктивной занятости и массового предпринимательства – это инициатива президента, и банки должны ее поддерживать. – Это письмо ваше внутреннее попало в мои руки. – Я знаю. – Если это дойдет до главы государства, знаете, Евгений Владимирович Сыздерденов? – Оно немного некорректно составлено, согласен, Валдаканович, что я думаю… – Так, это некорректно. Значит, вы так думаете, так работаете. Сейчас, после совещания, останьтесь вместе с предпринимателем. Кто еще есть, всех соберите и сам вместе с ними занимайся. И надо решать эти вопросы. Ерлан Кушанов поручил Акиму Каражалов встретиться с представителями банка и предпринимателями для того, чтобы определить пути решения проблемы. Также глава региона потребовал усилить разъяснительную работу. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Ерлан Кушанов выступил с отчетом о выполнении возложенных на него функций и задач. Глава региона рассказал об изменениях в жизни региона на 18-й сессии областного маслехата. Выступая перед депутатами областного маслехата, Ерлан Кушанов подчеркнул, что главным событием года для Караганды стал визит главы государства. Акимобласти отметил, что в настоящее время по всем поручениям Нурсултана Назарбаева ведется активная работа. Стабильно высокий рост сохраняет промышленность региона. Новые перспективы открылись и в фармацевтике. Так разработаны новые лекарства для лечения социальных заболеваний. Благодаря производству новых препаратов для лечения гемофилии, онкологии, диабета и прочих социальных заболеваний наблюдается положительная динамика фармацевтика. Так как ранее они не производились в стране, мы с наращиванием производства претендуем на организацию фармацевтического кластера в нашей области. Быстрыми темпами развивается и бизнес. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» утверждены 72 проекта на общую сумму более 7 миллиардов тенге. Благодаря этому создано 3,5 тысячи рабочих мест. Успешно работают и жилищные программы. Так в этом году планируется сдать 379 тысяч квадратных метров жилья. Приоритетным направлением по-прежнему остается образование. Акимобласти доложил, что в скором времени удастся решить проблему аварийности школ и трехсменного обучения. Ведется строительство шести школ. Одна уже сдана в эксплуатацию. Это на 100% решит проблему аварийности и трехсменного обучения. В сфере дошкольного образования продолжается работа по открытию частных детских садов. В результате за последние 3 года их сеть увеличилась в 3 раза. С 21 до 59 единиц. В том числе через механизм ПЧП. А количество воспитанников почти в 6 раз. В целом положительная динамика развития замечена во всех отраслях. Снизилась преступность, предприняты меры для создания благоприятного климата для бизнеса. В ближайшее время в Караганде появятся новые дворцы детей и юношества. А одной из главных задач на будущее остается поручение президента Нурсултана Назарбаева о превращении шахтерской столицы в город-миллионник. Токжан Лянов, Айдан Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Молодежь Караганды поддерживает послание главы государства. В Доме дружбы состоялся круглый стол, за которым активные представители молодого поколения обсудили ежегодное послание президента Казахстана. Особый отклик у участников мероприятия нашла инициатива Нурсултана Назарбаева объявить следующий год годом молодежи. Очередное послание Ельбасы не оставило в стороне вопросы поддержки молодежи. Как и всегда, глава государства подчеркнул, что необходимо обеспечить молодых людей качественным образованием, доступным жильем и различными перспективами роста. Это отметили и участники круглого стола. Среди них руководители и специалисты молодежных ресурсных центров нашей области. Они обсудили пути реализации нового послания. Каждый смог выразить свою точку зрения. Впервые за всю историю суверенного Казахстана объявили год молодежи. Это прекрасная инициатива. Мы все ее поддерживаем. Я уверен, что это даст толчок развитию работы молодежных организаций. Это послание отличается от других. Были сказаны хорошие идеи о статусе педагогов, развитии сельских местностей. Нурсултан Абишевич не просто зачитал послание, он дал пояснение каждому пункту. Круглый стол продолжился традиционным семинаром, который нацелен на улучшение работы молодежных организаций региона. Стоит отметить, что этот семинар носит у нас традиционный характер. В этом году проходит четвертый этап. В семинаре принимают участие тренеры национального исследовательского центра НИЦ «Молодежь» города Астана, которые разработали для участников семинара методические пособия. Методические пособия разработаны по ключевым моментам, по тем основным вопросам, которые затрагиваются в работе молодежных ресурсных центров. Планируется, что год молодежи запомнится карагандинцам благими изменениями в жизни города и масштабными мероприятиями. Так, в 2019 году в шахтерской столице отпразднуют столетие Героя Советского Союза Нуркена Абдирова. Руководитель управления по вопросам молодежной политики Мирас Кутубай призвал участников внести свою лепту в проведение широкомасштабного мероприятия на должном уровне. Толжан Лянова, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде состоялось долгожданное событие. После двухлетней реконструкции улица Гоголя открыта для проезда автомобильного транспорта. И все же полностью ремонт еще не завершен. Неготовые бордюры и пешеходные тротуары. На часах 20.00, 10 октября. Городские власти сдержали обещания и открыли отремонтированную проезжую часть на улице Гоголя в срок. Около двух лет продолжалась реконструкция этой важной для Караганды транспортной артерии. Заместитель Акимогорода Сабито Спанов отметил, что сегодня открывается лишь проезжая часть. Параллельно будут продолжены работы по благоустройству. Остальные виды будут работой продолжаться по обустройству пешеходных тротуаров, уличного освещения и благоустройства. Сегодня обеспечим проезд по прямой. На реконструированном участке также заменили светофоры, сделали удобные съезды. Здесь в первую очередь увеличится пропускная способность. Здесь мы предусмотрели правые съезды на перекрестке Нокенов-Дирова-Гоголя. Это раз первое основное. Второе, то, что увеличили парковочные места для малого и среднего бизнеса. Сами посмотрите, вот полностью, считайте, вот три полосы будут рабочие. И вот возле каждого магазина, парикмахерских, увеличили парковочные места. Плюс установили новые светофорные объекты. Все то, что здесь находятся, все новые. Напомним, что капитальный ремонт дороги по улице Гоголя начался в 2017 году. Общая стоимость проекта составила более двух миллиардов тенге. В прошлом году был отремонтирован участок от улицы Гудермеская до проспекта Нуркена-Абдирова. В текущем году от седьмой магистрали до улицы Ленина. Андрей Танальден-Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Центр здорового образа жизни, компания ТВ КИЗ-4 совместно с областным управлением здравоохранения подвела итоги конкурса детского рисунка, посвященного Дню пожилых людей. В конкурсе приняли участие более 100 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Авторам лучших работ вручили подарки. Ты сам рисовал? Держи. Вот тебе игрушки. Машинки любишь? Победитель конкурса, пятилетний Марат Жан-Али, в своей работе изобразил бабушку, дедушку и самого себя. Члены жюри отметили, что эта картина олицетворяет семейные ценности и связь поколений. Марат воспитывается в детском саду Таншулпан. Он заявил, что рад первому месту. Всего в конкурсе приняли участие более 130 работ. Были представлены рисунки бабушек и дедушек, сделанные акварелью, гуашью, цветными карандашами и фломастерами. В этом конкурсе у нас участвовало более 130 работ. Это были в основном дети с детских дошкольных учреждений, со школ искусств. Очень много было хороших работ, поэтому творческий потенциал у наших детей, считаю, высокий. Помимо победителей, подарки вручили всем юным участникам. Организаторы отмечают, что данное мероприятие прошло на высоком уровне. А это значит, что конкурс детского рисунка, посвященный Дню пожилых людей, станет традиционным. Андрей Тенджа, Суланова Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялся показ драмы «Кумики Аулия», посвященный 350-летию великого казахского акына и дейзеля Бухаржирау Халкаманула. Об исторической драме рассказал ее автор Кенес Жумабеков. Историческая драма о главном советнике легендарного хана Аблая повествует о разных этапах жизни Бухаржирау Халкаманулы. Основу сюжета составили исторические события. Автор драмы, заслуженный артист Казахстана Кенес Жумабеков отмечает, что в первую очередь в театр нужно водить молодое поколение, чтобы оно прониклось любовью и уважением к истории и культуре своего народа. Он уверен, что эмоции, которые дарит театр, несравнимы ни с чем. Показ драмы на сцене театра потребовал более года подготовки, рассказывает ее автор. На создание этой драмы ушло около полутора лет. Такая идея появилась, когда мы праздновали 350-летие Казбигби. Я подумал, что не показать жизнь нашего другого великого предка на сцене было бы непростительно. Ведь молодое поколение должно знать биографию такого Акына. Я уверен, что это и есть духовное обогащение, в котором мы нуждаемся. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!